При пожаре куда будете звонить? При пожаре звоним, то есть здесь у нас есть кнопочка красная, 112 набираем и нажимаем красную кнопочку. Продавцы пиротехники должны знать технику пожарной безопасности. Это является важным пунктом при проведении профилактических мероприятий. Направлены они на предотвращение пожаров и травматизма среди горожан. Ежегодно 17 ноября по 10 января отделом надзорной деятельности проводятся выезды по точкам продаж фейерверков. В этом году инспекторам предстоит посетить 14 таких объектов. В первую очередь обращается внимание на оборудование помещения, где реализуются пиротехнические изделия оборудования пожарной сигнализации, первичным средствам пожароотушения. Вся пиротехническая продукция должна храниться под закрытым стеклом, чтобы жители не могли свободно ее достать. При покупке подобных товаров важно проверить срок годности продукции и целостность упаковки. Можно попросить у продавца сертификат безопасности на выбранную продукцию и убедиться, что товар действительно соответствует всем нормам. Детям до 16 лет продавать пиротехнику категорически запрещено. Хочу обратиться. Следуйте, пожалуйста, инструкции, указанные на каждом пиротехническом изделии. В целом продавцы справляются с условиями хранения и реализации пиротехники и серьезных нарушений выявлено, пока не было, говорит инспектор. Однако в прошлом году были случаи, когда выявленные нарушения не устранялись. В данном случае инспекторы имеют право составить протокол об административном правонарушении. Минимальное наказание, которое может понести нарушитель – это штраф от 6 тысяч рублей. У нас приближается самый главный народный праздник, значит, встреча Нового года, тоже связан с пожарной безопасностью, поэтому сегодня мы вас пригласили. В четверг в администрации состоялось совещание комиссии по вопросам предотвращения и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций во время праздников. В зале собрались начальники отделов и комитетов, директоры учреждений и предприятий города. Всем были поставлены задачи провести профилактику с населением, подготовить аварийные выходы, пожарные гидранты и проезд для пожарной техники на случай возникновения происшествия. Не без внимания осталась тема поведения на водных объектах. Должны работать среди своих людей, своего персонала о том, что водоемы у нас не окрепли, и этим еще в данный момент на сегодняшний день ведется контроль за ними, и переправы до сих пор у нас в наших краях не открыты. Отделу торговли также следует провести работу с магазинами и предприятиями общепита. Под вниманием спецслужб будут и строительные объекты. Отдельно на совещание рассмотрели пожароопасную обстановку в Амзе. С 2017 года есть вероятность того, что пожарная часть при Амзинском лесокомбинате может быть распущена из-за долгов по заработной плате. Надо встретиться с руководством, советом директоров. Этот вопрос надо уладить. Иначе в Амзе пожарной части не будет с Нового года. Вопрос серьезный. Тревогу надо бить сегодня. Работы для комиссии предстоит достаточно, и насколько хорошо ее представители будут готовы к предотвращению и решению всех чрезвычайных ситуаций, покажут новогодние праздники. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».